Учебники из рук в руки. В большинстве регионов России объявлена акция «День знаний в Новороссию». Новый Рингой не стал исключением. Пункт сбора начал свою работу 22 июня. На призыв о помощи откликнулись сотни горожан. Приносили все – учебники, констовары и даже одежду. Планируется, что гуманитарный груз будет доставлен к пункту назначения до 1 августа. О сборе школьных принадлежностей в репортаже Амина Дышековой. Здравствуйте, это у вас можно помочь детям? Да, у нас. Держите. Все чаще в молодежный клуб «Оптимист» люди приходят с пакетами и сумками. Пункт приема гуманитарной помощи открыт для всех, кто неравнодушен к чужой беде. На площадке цокольного этажа с каждым днем растет количество картонных коробок. В них складывают школьные принадлежности. Здесь ручки, карандаши, тетради. В Новом Рингой продолжается благотворительная акция «День знаний в Новороссию». Все констовары будут отправлены детям из Донецкой и Луганской народных республик. Всероссийская акция стартовала в городе 22 июня. Жители с пониманием отнеслись к проблеме детей Юго-Востока Украины. До 1 сентября осталось не так уж много времени. Северяне спешат помочь, ведь сбор груза продлится лишь до вечера 10 июля. Я хочу, чтобы все новорингойцы помогли детям, принесли ручки, тетради, дневники. И чтобы они ни в чем не нуждались, мы поможем им во всем, что им они нуждаются. Я вчера услышала по телевизору объявление, вот собрала, что смогла и принесла. Завтра последний день, поэтому и сегодня торопилась. Люди приносят не только школьные принадлежности, но и теплую одежду, а также игрушки. Все желающие помочь детям в Новороссии могут обратиться в пункты сбора гуманитарной помощи. У нас в городе расположены два пункта сбора гуманитарной помощи для детей Новороссии. Это молодежный клуб «Импульс» восточный, 4,2, цокольный этаж. И молодежный клуб «Оптимист», который находится по адресу «Оптимистов», 4,3, цокольный этаж. Собранный груз со всей страны отправят в Москву до 20 июля. После общим составом переправят пункты назначения.